Господь История еврейского народа полна примеров того, как он забывал Бога и впадал в язычество, поклонялся идолам, предавался порокам. За это Бог не раз лишал израильтян своей помощи и предавал во власть соседних языческих народов. Бедствия вразумляли евреев, и они возвращались к истине. Покаившимся израильтянам Господь посылал избавителей. Их называли судьями. Они вершили суд Божий на земле, поражали нечестивых язычников, освобождали израильтян от врагов и управляли ими. Всего у евреев было 14 судей. После смерти Иисуса Новина израильтяне очень скоро впали выдало поклонство, и Господь отдал их под власть Мадионитин. Семь лет они угнетали народ. Только бывало у израильтян кончится сев, как нагрянут Мадионитини, а с ними Амаликитини и восточные племена. Станут они лагерем на земле израильтян и уничтожат урожай по всей стране, не оставляя евреям ни еды, ни овец, ни быков, ни ослов. Враги приходили со своими стадами, со своими семьями, многочисленные, словно саранча. Вконец разоренные набегами израильтяне стали просить защиты у Бога. Милосердный Господь послал им Избавителя в лице Гидеона, младшего сына Иоаса, из рода Моносии. Он жил в городе Офре, в Палестине. Однажды Гидеон обмолачивал пшеницу в давильне для винограда. Работал в яме украдкой и торопливо, чтобы не заметили враги. Тут предстал Гидеону ангел Господень. Он повелел ему собрать войско и выступить против неприятеля. Избранный Богом для спасения своего народа от модельницкого ига, Гидеон начал дело избавления с искоренения и долопоклонства. Новый судья разрушил жертвенник Ваала и срубил идол Ашеры, находившийся близ дома его отца. На этом месте он поставил жертвенник истинному Богу и в честь него на костре, сделанном из дерева Ашеры, принес во всесожжение семилетнего быка. Жители Офры возмутились поступкам Гидеона. Они усматривали оскорбления, почитаемые ими святыни, и намеревались побить судью камнями. Отец Гидеона, бывший у них жрецом, уговорил жителей не делать этого. Вам ли защищать Ваала? Вам ли за него заступаться? Если Ваал – Бог, то пусть сам поборется, когда разрушают его жертвенник. Народ внял увещевание Иоаса и оставил Гидеона в покое, но дал ему особое прозвище – «Иерубала», что значит «Ваал отомстит ему». Таким образом, поступок Гидеона имел весьма важные последствия. Через него народ убедился в полном бессилии Ваала. Между тем, Мадеонитине и Амаликитине, а с ними некоторые другие племена Восточной Аравии, снова явились в Палестину, перешли через Иордан и расположились в Ездрелонской долине. Теперь новый судья Израиля, полный воодушевления, кликнул к лично освобождению народа. На него отозвалось родственное ему племя Авиезарова. Гидеон отправил послов и к смежным племенам. Они также отозвались на его призыв. Около судьи собралось 32 тысячи воинов из колен Моносиина, Осирова, Заулонова и Нефалимова. Молитва была услышана. На другой день рано утром Гидеон выжил из шерсти, покрытой росой, целую чашу воды. Он снова обратился к Богу. «Господи, не прогневайся на меня, если еще раз скажу. Пусть будет сухо на одной только шерсти, а на всей земле пусть будет роса». Бог услышал и вторую молитву Гидеона. На утро только на шерсти было сухо, а по всей земле была роса. А для того, чтобы израильтяне яснее видели спасительную помощь, Бог повелел Гидеону отпустить из войска всех, кто боязлив и робок. 22 тысячи человек вернулись домой. Оставшихся Бог повелел везти к воде и посмотреть, как они будут пить. Тех, которые пили воду, черпая ее горстью руки, отделили от тех, которые пили ртом, наклоняясь к воде. Пивших горстью оказалось 300 человек. И сказал Господь Гидеон, «Тремястами я спасу вас». С ними Гидеон и выступил против стотысячной армии Мадионитя. При столь небольшом отряде Гидеон мог решиться на биту с многочисленным неприятелем только благодаря твердой вере в помощь Божию. По внушению свыше, Гидеон разделил отряд на три части. Каждому воину дал по трубе и скрытому в кувшине светильнику. Ночью евреи окружили стан неприятеля. По сигналу воины разбили кувшины, затрубили в трубы и стали громко восклицать «Меч Господа и Гидеона!». Внезапные огни, гром труп и крики поразили Мадионитя, страх и ужас объявлены. В темноте, в великом смятении они стали убивать друг друга и, наконец, обратились к вере. Гидеон возвратился домой с огромной добычей. Слава о победителе разнеслась по всей стране. Благодарные израильтяне предложили Гидеону и его потомкам царскую власть. Но могучий воин отказался. Он знал, как невелика его заслуга в деле спасения израильского народа. Это чудо совершил Бог. И только Он – единственный царь Израиля. В мире и покое Гидеон дожил до глубокой старости. Его история – это повествование о том, как истинная вера и любовь к Богу, одного человека, спасли целый народ. Жизнь судьи Гидеона стала прообразом величайшего события в истории человечества – крестного страдания Сына Божия. Его любовь спасла от смерти все народы земли и даровала нам жизнь вечную. Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, то будет воля Твоя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok